Доброе утро, друзья! Настюха у нас красится. Настюха, поздорови. Доброе утро. О боже мой. В общем, мы сейчас начинаем наш день, поздравляем вас с праздником, с днем Руси. Прямо сейчас мы бежим на экспланату, посмотреть, что у нас там происходит, чтобы увидеть хотя бы в очередь. У нас еще день города, да, одновременно. Плюс еще там что-то происходит по поводу соцсетей. А на вечер у нас запланирована тоже акция, на которую мы обязательно тоже сходим. Она будет уже против правительства, и она от Навального, я думаю, все в курсе, 12 июля он собирал. Я вам честно, я не лезу в эту всю хиромань, потому что я понимаю, что это все очень сложно. Но мне нравится, когда человек отвечает на все вопросы. Мне нравится, когда человек может ответить за все свои действия. Мне нравится, когда человек вообще отвечает, потому что наше правительство, оно ни хрена не отвечает, ничего не говорит. Так, мы уже в пути, на небе. Просто какая-то жопа, и на меня уже две капли капнуло. Я чувствую, сейчас будем снимать новый вид съемок, называется экшн. Короче, нам осталось совсем сыро, нужно быстрее идти. Четвертая тема. Обратная связь. Это немаловажная часть. Почему? Расскажу. Смотрите, вы мои подписчики, да? Я сижу в Инстаграме, дома такая смотрю, слушаю, читаю ваши комментарии и игнорирую вас. Соответственно, человек, когда получает обратную связь от меня, то есть он меня пролайкал, мне написал комментарий, и я ему такая, блин, спасибо, спасибо, там, не знаю, тоже комплименты начинаю писать. Соответственно, я его завлекаю тем, что я не какая-то там, такая звезда, что я не отвечаю и так далее, и так далее, нет. Серьезно, ребята, ну все, вы будете сегодня отвечать, как контент создавать? А нас не позвали, мы и не будем. А, вот их раз не позвали. Понятно, то есть вот эти любители хайпа, ребята, сегодня здесь сами. Да? Что это там снимает? Ты снимаешь, что все подряд? Блин, Соня не люблю, честно говоря, ну да ладно. Итак. Краснадочка. У себя просто три фрелизинка. Это я не знаю, где я. Я, может, с самого первого иду? Пролистываем. Еще раз, как мы выходим? Вот, мы выходим вчера из этого, из комнаты страха. Где Настя? Гарри, там, драться готов. Угу. Скажу, что-то что-то. Вот где Настя? Ты одна, что ли, ходила? Так да. То есть мы втроем, а ты одна? Да. Точно? Хочешь, я тебе покажу, где ты? Где? Смотри. Вот это никого не напоминает, потому что там вот здесь три. Рука, вот это. Что-то с твоей жопой, что ли? Ты у меня в жопе просто ходишь. Вот у тебя рука, вот твоя жопа, чуть-чуть видна. И вот ты там, вот башка твоя в моей жопе. Самое смешное, что я ее спрашиваю, она нас сегодня говорит, что там вообще было не страшно вчера, вообще нисколько. В жопе у меня ходило там. Ну просто у нее было страшно больше как-то то, что страшно, но прям страшно у нее было. Понятно? Сейчас одеваемся, собираемся за продуктами. А перед этим хотел сказать, что у нас ожил инстаграм, который веду лично я сейчас, потому что Настюха, видите, в свой инстаграм них собирается все выкладывать, и много чего не нравится. А мне насрать, я выкладываю все. Вот у меня Паша Настя лайф. Вы можете спокойно зайти, посмотреть. Это все вот, новая фоточка. Вот сегодня только что выложил. Все, видите, все по красоте. Фотографики и будут. Не то, что у Насти на ее инстаграмсте. Не надо тут мой инстаграм в этом всервать. Заходите на мой. Ну, значит, я это не мая. Я не люблю инстаграм. Просто наш общий я буду вести и постоянно выкладывать фотки. Так, короче, только что вы увидели кастинг Дома 2. 29 июня. 29 июня, друзья, готовьтесь, мы пойдем на кастинг Дома 2. Ты же хотел идти в 16 лет. Да, я помню еще в 16 лет я себе сказал, что в 18 я пойду на Дом 2. С кем я встречаюсь? А вот в дом ближе к 18 я пойду, что это полный зашквар. Давай ты пойдешь, а я просто поснимаю тебя, прожжу. Короче, все, 29 июня, запомните, напомните нам, а потом мы можем забыть. Мы можем, как и с тобой. Я специально это снял, чтобы не забыть. Надо идти на кастинг Дома 2. Все. О, Господи, пожалуйста. Сейчас вот я стою, жду, пока Паша пописнет. Вот вон там стоит. Очень интересно всем, да? Стою и жду. И смотрю, у нас здесь есть скейт-парк. Тут его, видимо, реставрируют. Интересно, что там будет. Кстати, у нас где-то есть видео, мы снимали именно отсюда, где мы катались на пенни-борде. Что же тут такое будет? Что там, ничего не сделали, чисто покрасили, да, все и все. Не знаю, может, будет какие-то переображения. А мы идем, смотрим, что там у нас за митинг. Первый раз, кстати, в митинге, ну, грубо говоря, участвую. Денег нет, а вы зажались, обращаются к властям. Автоглокады, учитель, вам, часть, да, понятно, да. Да, да, Майк. Не люблю вот эти митинги, когда такие-то идиоты стоят и что-то говорят. И выделал какую-то вот просто чушь. Да, мне тоже не нравятся вот эти вот лозунги наподобие там. Вот это они там, то-то-то, все давайте крикнем. Ой, козлы, ой, козлы. Или что-то, блин, такое вот. Я не знаю, вообще такое не воспринимаю. Какая-то жизнь, понимаешь? Просто собрались, просто пообщались, но вот эти вот лозунги, это, конечно, на мой взгляд, полная чушь. Много молодежи, много и немолодежи, то есть различная абсолютная аудитория, как у нас на канале. Но в основном все равно это приблизительно 18-25 лет. Нет, 16-25 лет. Да, 16-25 лет. Основная аудитория Навального, видимо. Плюс есть люди постарше, есть люди, которых я знаю, адекватных людей, которые тоже здесь находились. Вот, но я говорю, что вот эти лозунги, это как-то все выглядит немножко порошно. А в остальном я за то, чтобы все отвечали за свои действия. Если есть что-то, то нужно говорить. Я люблю людей, которые не скрываются, которые честны. Поэтому здесь приятно было все равно побыть. Итак, ребята, сегодня мы собрались здесь, чтобы рассказать про две машины. Про два типа машин, вот так вот. Про два типа машин. Одна, которая ломается, а другая, которая не ломается. Одна, которая для понтов, а другая для семьи. Сможем ли мы починить эту машину? Она у нас уже сломана. Эта машина у нас все нормально. Это моя. Это не надо, пожалуйста. Здесь, как бы, не такой крутой салон, но зато здесь у нас все чики-пуки ездит. Нормально? Сейчас, наверное, прокляли. Прокляли? Я когда BMW купил, сразу прокляли. Считай, только BMW купил. Прав ли? А, нельзя это гореть. Сразу. И вот все как по наклону, знаешь, пошло. Вот все вот как вниз, вот все пошло. Тим, а что такое? Бигадалки сходили? Да я ходил уже, я уже бабки, чаи заварил. Чего говорят? Нет, зачем я прям поверну, это не бросил. BMW, это BMW, братан, говорят. Решили, короче, в коробке есть, как это называется, короче, мозги не подходят, совершенно другой шлейф. И поэтому мы будем, знаете, что делать? Внизу с коробки весь этот блок управления менять. Со старой на новую. И вот мастер сказал, все поедет, значит, все поедет. Да, если он реально сказал, все поедет. Что, Настя, выбрала? Давай я тоже смотрю. Потому что я смещаю без этих штук каких-то ответвлений, есть какие-то просто такие. Короче, это бабская хрень, знаете, для чего? Сейчас секрет вам расскажу. Это чтобы вот так вот скукожить, и казалось, что, знаете, вот тут такая появляется дыра большая, в общем, видная тень. И чтобы казалось, что титьки большие. Это чтобы ты, например, носил там какую-нибудь майку, он скрытый спиной, у тебя не было лифчика видно. А зачем тогда вот эти вот все скреплявочки? А? Так это же не спина. Ну смотри, вот здесь сисек нет у нее ведь. А почему они есть? Есть у нее сиски, это зачем? Ну, так это кажется за счет вот этой херни. Нет, у нее даже вон тут вон видно. Это все специально. Вы разводите мукуток. Это читерский лифчик для телочек. По читерски? За читерись. А почему такое читерский? Не знаю. Читер это, короче, у которого без правил, короче, у которого, знаешь, там, есть свои правила, там, знаешь, ну, типа, нет, как знаешь, это... Че? Короче, смотри, вот все... Телка без правил, что ли? Не, это, грубо говоря, у всех по одному, а у него проще, чем у всех. Короче. То есть кто-то силикон вставляет, а кто-то... Короче. Как объяснить человеку, что такое читер? Вы же геймеры. Напишите в комментарии, я что-то вообще не понимаю. Нет, читер, мне кажется, такой пупой какой-то. Читер? Нет, наоборот, это который всех хихитый такой. Который обманул. А она, типа, всех обманет, что у него... Не, у нее-то нечего обманывать. А вообще, вот, в целом, бабы... Это у нас Давид, вот этот хачапурян. Лифчиковый торгой. Лифчиковый торгой. Показывай, да. У него бизнес, он... Лифчиковый. Расскажи у нас, кто пудово девки знают от такой фигни, да? В инстаграме, видите, наверное, много девчонок, когда лифчик, получается, присасывается. Блин, у меня здесь тут реально шеверка жесткая. И как будто детики есть. Как бы все держится хорошо. Не нужно будет вам никакие рямочки, ничего не видно. Удобная такая штука. И нужно идти к друг дружке поближе сделать, чтобы я тут была, да? Попка. Тень такая. Попка. Попка, да? Мы забрали Алинку, девушку Давида. Да, кто не хочет. И сейчас едем на Сергея Лазарева. Опа. У нас сегодня такой дерганный день. Мы то какую-то фигню поделали, то еще какую-то фигню. А сейчас вообще полную фигню едем на Сергея Лазарева. Когда у него там песня? Ну, напой, да? Я не знаю. Давай. Нет. Врешь. Напой вот просто. С Евровидением очень песен. Never, never let you go. Это Милана песня. Неважно. Нормально. Короче, такая же фигня. Будем под эту песню орать, там, тусить. Девки текут. Текут девки. Просто вообще потекает все у них. Вот твой прыщ снимать. Это был красивый кадр радуги сейчас. Я думаю, ом. И пришли. Постояли там, недалеко, посмотрели. Сейчас решили идти в самую жопу. Готовы? Девчонки готовы? Поехали. Сulfь. Сулс. 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 Да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Данила, Катя, им 20-18 лет Они живут в разных частях города Полтора года ездят друг к дружке Вот такие вот молодцы У нас много пар, реально Нас узнают именно пары Такие молодцы Короче, это братецкий мой Леха Давай я, короче, знаешь, что буду делать? У меня будет рубрика, раз уж каждый день выкладываем Я буду это, с каждым человеком вот так вот снимать Типа, мой брат Леха Мой брат Паха Да, все, отлично Моя, так, брат у меня, у меня все брат Моя сестра Лена Лена, да Все, все, удачи Нас опять узнали две пары Прям приятно, что у нас пары, да, нас смотрят? Такие, они нашего возраста Чуть младше все Стремятся к чему-то А здесь вот бардак Народ уже весь разъехался Кто-то будет убирать это Алинка, кто убирать будет? У меня одна очень удивительная находка Я нашла тампон Что? Тампон? Тампон валялся Там кто-то вообще потек Лазарем И потекла И все выпало Она смешная человек Он мне иногда вот прям ее возьмет Какая-то шуточка и все Не остановить Давай Друзья, спасибо всем, что были с нами Настя уже спит Я смотрю презентацию с Е3 Всем вам счастливо, здоровья До завтра, спокойной ночи Пока